Всем привет! С вами Елена Макаренко. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, как можно прокачать свой мозг. Ну и вообще, для чего это нужно. Люди, которые приходят в сетевой, как правило, не только должны уметь строить бизнес, но и инвестировать знания в свой мозг. Чем больше мы будем читать, обучаться, тем больше будет у нас результат. То есть мы будем все знать тонкости ведения бизнеса. И на что бы я хотела обратить ваше внимание? Как инвестировать знания в свой мозг? То есть изначально я бы вам порекомендовала составить список книг. Ну, если вы движетесь в сетевом направлении, то, естественно, книги должны быть, ну, как бы, вот в этом также направлении. Ну, можно какие-то еще, ну, конечно, там не мыльные оперы, ну, а сугубо все по делу. Как зарабатывать деньги, как, ну, вообще строить команды, структуру. То есть вот в этом направлении получать определенный багаж знаний. Вы составляете для себя этот определенный список, делаете эту подборку. И каждый день, если у вас нет времени, обычно люди говорят, мне нет времени, выделите хотя бы в день 15 минут утром, либо вечером перед сном для того, чтобы почитать эту книгу. 15 минут. Если, предположим, у вас уже катастрофически нет времени, то есть выход из этой ситуации, есть аудиокниги. То есть вы их скачиваете, либо, как бы, так через интернет в поисковике вбили и просто ее слушаете. Что это позволяет? Во-первых, вы можете заниматься какими-то домашними делами, и в это время вы можете читать книги. Хотя, конечно, есть люди, которые предпочтительно именно хотят читать. Я, например, аудиал. Я больше предпочитаю, чтобы мне слушали, ну, как бы, слушать эти книги, потому что две страницы, и я сплю. А читать, как бы, и занимаешься делами, и просвещаешься, это, как бы, очень хорошо. И еще я бы хотела обратить внимание, что всегда, когда вы прочитываете книги, у вас всегда должна быть ручка и тетрадка. То есть, ну, поскольку вы уже развиваетесь и развиваете свой мозг, поэтому заведите просто тетрадку и записывайте, как бы, сказать, ну, какие-то определенные моменты из книги. Для чего это нужно? Ну, во-первых, всю книгу переписывать не нужно. Просто вообще, когда вы читаете, либо слушаете, то есть определенные моменты, которые вам нравятся, на которые вы обратили внимание. И их желательно будет зафиксировать. То есть вы в этой тетрадке просто записываете. Вот. И так, ну, как бы, ну, много-много книг. Во-первых, это позволяет, что вам позволяет. Вы имеете возможность потом, как бы, вкратце прочитать, предположим, те свои записи, и у вас уже всплывает та книга, про которую вы читали. Это, в принципе, неплохо. Плюс еще, если вы, как бы, там, ведете социальные сети, вам нужно писать посты, либо записывать видео. То есть, чтобы не ломать голову, как это, где информацию брать, вот у вас выжимки из этих книг, и вы сможете легко написать пост, либо записать видео. То есть вам не нужно где-то заниматься плагиатом, копировать чьи-то чужие посты, или у вас уже готовые свои будут наработки. Также можно еще, как пополнять свой багаж знаний, можно также просматривать на Ютубе, сделать подписки на определенные, как бы, интересующие, там, темы, просматривать видеоролики. Вот, для того, чтобы это также было по времени, ну, не энергозатратно, на Ютубе, когда есть, ну, мы можем просматривать видеоролики, есть такой ускоренный просмотр. То есть, вы можете поставить на определенную скорость, и то видео, которое будет вам говорить час, вы его можете посмотреть там за 30 минут. То есть, вы быстренько просмотрели, все, что надо, пометили и пошли дальше. И вот, всем людям, которые хотят двигаться, так же, как и я, в определенном направлении, читать умные книги, я бы сегодня вам хотела порекомендовать вот такой список книг, которые я подготовила для вас. Очень я рекомендую, значит, с этой книги, сама начинала, и всем рекомендую, потом скажу почему, Джон Кеха, «Подсознание может все», и Джо Диспензер, «Сам себе плацебо». Во-первых, для чего это нужно? Во-первых, после прочтения этих книг, у вас меняется мышление, вы думаете совершенно по-другому, и несколько у вас начинает все происходить внутри, не так, как у всех. И это, естественно, вас поворачивает в то нужное направление, в котором вы... То есть эти книги задают определенное направление соответственно вашего движения, ваших целей и ваших задач. Поскольку вы решили заняться сетевым, я бы вам порекомендовала прочитать такую книгу, Марк Ярнелл, «Ваш первый год в сетевом». Во-первых, из этой книги вы поймете, как строится этот бизнес. То, что этот бизнес нелегкий, и то, что он вот таким образом работает, что мы получаем кучу отказов, это все нормально. Эти книги нас подготавливают к тому, чтобы набраться терпения, чтобы двигаться и не останавливаться, и ни в коем случае не сливаться. И также рекомендую для прочтения книгу «Марк Ярнелл. Ваш лучший год в сетевом». Ну, я думаю, для начала этих книг вам будет достаточно. Если, в принципе, я думаю, не составить сложности, чтобы сделать себе подборку, и чтобы у вас были всегда книги для прочтения. И чтобы я порекомендовала. Вот обычно люди так вот прочитали книгу, а потом думают, что же еще почитать. Я просто рекомендую выделить для этого время, и просто составить подборку 10-15 книг. Вы составили вот в определенной последовательности, и все. И у вас где-то эта тетрадка будет находиться, и вы уже будете знать, что следующую книгу вы там в гугле или где-то скачиваете, вы уже знаете, что. Потому что человек начинает кидаться в крайности, нету вот этого и последовательности, читает не то, что надо, нету системы, в результате, ну, как бы и результат не тот. Поэтому всем, кому видео было полезно, не забываем ставить лайки и подписываемся на мой канал. Всем пока! С вами была Елена Макаренко.